Здравствуйте, дорогие мои, сегодня мы поговорим о том, чем можно заменить майонез. Первый вариант соуса, который я вам хочу показать, состоит из сметаны, желтка круто сваренного яйца и горчицы. Беру желток. Добавить к нему 1 чайную ложку горчицы и растираем. Добавить сметану и смешать. Когда перемешалось, можете соединить все. Готовый соус подсолить. Перемешать и можете использовать. Сразу предупреждаю, что если вы очень не любите острое, горчицы добавьте меньше, половина чайной ложки. На мой вкус вот так вот очень хорошо. Следующий вариант опять же на основе сметаны и хрена. На 100 г сметаны добавляю чайную ложку хрена. Сразу же подсаливаю. Я не говорю ни о травах, ни о приправах. Это вы делаете на свой вкус. И перемешиваю. Готов вот такой вариант соуса. Следующий вариант. 50 г творога, 100 г молока, горчица и либо один маленький зубчик чеснока, либо половину чеснока. Достаточно большого. Добавляю половину чайной ложки горчицы в творог. Добавляю половину чайной ложки горчицы в творог. Растираю. К растертому творогу выдавливаю чеснок. Добавить молоко понемногу, чтобы контролировать густоту соуса. Молока может понадобиться немного меньше, в зависимости от того, какой густотый соус вы хотите. Добавить молоко в общей сложности 60 г. Подсалить соус и перемешать, если хотите более густой, сократить количество молока. Для овощных и зеленых салатов подходит растительное масло. Растительное масло, уксус, сахар и соль можно использовать бальзамический, можно использовать обычный, либо вместо уксуса использовать лимон. Добавить 2 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка соевого соуса, и половину чайной ложки меда. Перемешивать все это венчиком и получать еще один вариант соуса для овощных салатов. Если вы не любите мед, вы можете заменить его обычным сахаром. Добавить соусы на растительном масле, не сметанные или творожные соусы, не будут иметь вкус майонеза. Но для тех, кто не ест майонез, они могут стать очень интересной и равноценной заменой. Спасибо, что вы были со мной, смотрели видео, если вам понравился видео рецепт, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Кухонные птички! Кухонные птички! Субтитры создавал DimaTorzok